Когнитивно-поведенческая терапия Когнитивно-поведенческая терапия Это одно из наиболее фундаментальных и по научной базе, и по клинической базе исследований, и по лечебной работе. Огромное количество специалистов во всем мире уже многие десятилетия успешно используют разные школы и подходы в структуре, в таком зонтичном бренде на сегодняшний день сложившемся, когнитивно-поведенческой терапии. И для нас и большая честь, и большая радость, и радость разделить эту новость с вами, приезд в Россию, впервые официально с сертификатами самого Института БЭКа, преподавательского состава и директора Института БЭКа, который состоится этой весной. Конечно, для нас этот год тоже символический, это год юбилея Аарона БЭКа. Мы все ждем и очень надеемся, что здоровье позволит Аарон БЭКу 18 июля 2021 года отметить свой столетний юбилей. 18 июля 1921 года Аарон БЭК родился в Соединенных Штатах, но в семье выходцев из России, поэтому для нас это тоже такой символ и знак сопричастности и с нашей историей, и такого взаимодействия, несмотря на все сложности политические и иные между странами. Это такие живые мостики нашего общения, нашего научного и практического сотрудничества. К сожалению, прошлый год был связан с такой тяжелой для нас утратой. Многие и наши знакомые, и друзья покинули этот мир. Но для нашей ассоциации Артур Фриман, ушедший в августе прошлого года, был своего рода крестным отцом, очень теплым, поддерживающим, помогающим. И позвольте буквально символической такой минутой памяти, минутой молчания почтить память Артура Фримана. Спасибо большое. Конечно, мы будем помнить об Артуре, и очень многие его книги, и статьи, и его курсы, которые он преподавал, и для участников и слушателей нашей ассоциации останутся с нами. И мы будем стараться развивать его дело. Поскольку Артур Фриман был таким соавтором Аарона Бека по многим и статьям, и книгам. И человеком, который предложил одним из первых совместить поведенческую психологию, когнитивную психологию, поведенческую терапию и когнитивную терапию. И вот как раз объединение, великое объединение в 70-х годах и методологии поведенческой терапии, методологии когнитивной терапии позволило создать такое направление, когнитивно-поведенческую терапию. Бихевиоризм, на который опирается поведенческая терапия и когнитивная психология, на которую опиралась в свое время, когнитивная терапия, рационально-эмотивно-поведенческая терапия Эллиса, позволило раскрыть такой черный ящик и Отсона, и Скиннера, и увидеть, что у человека важную роль играет субъективная реальность. Говоря словами Альберта Эллиса, который цитировал философов-стоиков, не вещи расстраивают нас сами по себе, а наши отношения к вещам. И вот работа с этим отношением позволяет использовать такой комплексный подход, где не только внешняя среда и ее обстоятельства, не только внутренняя биологическая среда и ее обстоятельства, но и совокупность этих процессов наряду с ментальными, психическими и субъективными процессами играют важную роль в развитии реакций, иногда дисфункциональных. И эмоциональные, и поведенческие, и физиологические реакции являются следствием не только, а в некоторых случаях даже не столько, внешних триггеров, но и той призмы, через которую они проходят. Наше восприятие, переработка воспринятой информации, трактовка и оценки, выводы и предписания, которые мы в этих внутренних психических процессах производим, играет порой колоссальную роль, вызывая такие избыточные или дисфункциональные реакции, которые могут переходить в уже расстройство. Поэтому, если говорить о методологии когнитивно-поведенческого подхода, то мы в нашей ассоциации используем три метафоры, которые раскрывают такой внутренний мир человека и одновременно его как сложную открытую систему. Первоначально во многих работах, начиная с идеи Рене Декарта, автора термина «ундулатио рефлексия», мы видели рассмотрение человека как такой биологической машины. И в этом процессе, конечно, важную роль сыграли открытия Ивана Петровича Павлова, который, получив Нобелевскую премию за иннервацию пищеварения в 1904 году, показал себя как авторитетный ученый в мире физиологии, как признанный ее лидер. Но за год до этого в своей «Мадридской речи» 1903 года он рассказал о своей теории высшей нервной деятельности. И поэтому его рефлексы, условные рефлексы, так называемые, стали таким атомарным уровнем поведения, в котором мы увидели отражение механизмов и принципов работы этой сложной системы. И это стало предтечей мыслей уже Джона Уотсона, который в своем манифесте «Бихевиориста» в 1913 году отразил такой принцип, стимул-реакция, легший в основу бихевиоризма, где рефлексы человека вышли на первый план. Но XX век подарил нам метафору компьютера, где его программы, как система знаков и символов, и кодов, организуемых на их основе, раскрыл следующие очень важные идеи Ивана Петровича Павлова. В «Теории высшей нервной деятельности» он описал то, что рефлексы бывают не только простые, не только это текущие слюной собаки, но и сложные рефлексы, где он выделил первую и вторую сигнальную систему, где первые сигналы – это сигналы реальности, которые мы получаем перцепторно, через наши органы чувств, такие как зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, а вторые сигналы – это дубликаты этих сигналов, которыми мы пользуемся в нашей внутренней действительности, в нашей внутренней системе, которую когнитивно-поведенческая терапия рассматривает как такую внутреннюю вселенную со своей картой, которая описывает эту внутреннюю территорию, такой внутренний космос. И известная метафора Альфреда Коржипски, учителя и наставника Альберта Элиса, что карта не есть территория, говорит о том, что наши убеждения, как система представлений, могут быть ошибочными, могут быть искаженными, или иррациональными по Элису, или дисфункциональными по Беку. И вот изучение как внешних стимулов для человека, как внутренней его субъективной реальности, очень важная часть работы когнитивно-поведенческого терапевта. И диагностический инструментарий позволяет эту работу осуществить на качественном уровне, несмотря на то, что это очень труднодоступный материал, где нам необходимо сотрудничество с самим человеком. И здесь на сегодняшний день ведущим принципом, ведущим элементом когнитивно-поведенческой терапии является сотрудничество. Без этого сотрудничества настоящей когнитивно-поведенческой терапии не происходит. Поскольку следующий шаг, такая уже метафора 21 века, это система социальных сетей, где наша нейросеть является примером и аналогом, но уже не единичным, а включенным в суперсистемы, где наш такой суперкомпьютер соединяется еще через социальную коммуникацию с другими суперкомпьютерами, с другими открытыми сложными системами. И мы часть других, уже больших, чем мы, систем. Суперсистем, как микросоциум, семья и макросоциум, страна, этнос, мир. Поэтому очень важно учитывать эти вещи, и методология когнитивно-поведенческой терапии позволяет это сделать. Аналитическая философия, как еще одна составляющая подхода к когнитивно-поведенческой терапии, философия, любовь к мудрости наряду с эмпиризмом, опоры на реальность, позволяет концептуализировать на очень высоком научном уровне организации работу когнитивно-поведенческого терапевта. С работ Фрегги, Витгенштейна, известных работ Чаумерса, как такого бунтаря и революционера в философии из Австралии, работ Сёрла и Денета, которые показывают нам, насколько до сих пор острая, это трудная проблема сознания, но ответ на эту проблему между психикой и телом, между психией и сомой, искал и, на наш взгляд, очевидно, нашел многие решения еще Иван Петрович Павлов, и вот здесь его цитата, которая звучит буквально и для нашего времени, очень значимый, что приближается такой новый этап человеческой мысли, когда отпадет вот это мучительное противоречие и противопоставление сознания и тела, то, что было актуально и для XIX, и XX века, и сейчас мы видим различного рода проблемы и клинические, и психологические, которые с этим связаны. Поэтому психотерапия – это метод лечения, который через психику может влиять даже на все тело, потому что центральная нервная система организует и значимо влияет на работу всех органов и систем, как мы прекрасно понимаем. Поэтому работа с психикой и строится на таком высоком методологическом уровне, где инструментарии сегодняшней когнитивно-поведенческой терапии позволяет раскрыть вот эту субъективную реальность и научить через теории научения двигаться и сама когнитивно-поведенческая терапия, и методики, которыми она пользуется, что человек может меняться, и его изменения могут двигаться в нужном направлении в случае осознания механизмов, принципов и возможностей, которые несет в себе вот эта сложная система с 86 миллиардами нейронов и 100-150 триллионами связей межнейрональных, дает колоссальный потенциал, несмотря на физические какие-то сложности и недуги, все-таки пользоваться этой системой более качественно для более качественного и самой более качественной жизни и более качественного взаимодействия с этой реальностью. Поэтому гипотезами, которые используются в когнитивно-поведенческой терапии и описаны в работах такого известного методолога, как Кит Добсон, президент Всемирной конфедерации когнитивно-поведенческой терапии, куда входят все мировые крупные ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, и наша в том числе, это гипотеза доступности, что мы можем осознавать сами себя, что феномен человека отражает принцип эмерджентности, принцип, где целое – это не кусочки, собранные вместе просто суммой, а целая – это система, которая больше, чем сумма частей ее составляющих, что у системы появляются функции, которые не сводимы к отдельным частям, к отдельным кусочкам. Один нейрон еще не есть психика. Именно эти огромные скопления нейронов, 86 миллиардов, которые нам даны, и представляют из себя эту сложнейшую и поэтому очень могущественную систему, которую мы можем использовать не только во вред в виде проблем и расстройств, но и во благо изучая те процессы, которые там возникают. Гипотеза медиации позволяет нам понять, что мышление и наш взгляд на себя, окружающую действительность, такую карту мира, которую мы используем, и я-концепцию, такую карту себя, концепцию значимых других, других с большой буквы, по французской философии, как зеркало и отражение для нас самих, как возможность нашего развития, что у нас есть возможность не только осознать, но и изменять такие паттерны нашего мышления и поведения, и поэтому гипотеза изменений затрагивает как раз все предыдущие, и возможность осознания, доступность, и возможность влияния на посредников, таких медиаторов между реальностью и нашим самочувствием и состоянием в виде убеждений, как системы, которые могут быть изменены, и именно это становится такой прерогативой и целью когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому мы рассматриваем человека как мыслящее существо, но в этом аспекте мы видим возможности и обе стороны медали, как помогать себе этим мышлением, так и мешать себе. Как дурная голова ногам покоя не дает известное народное выражение, так и ситуация мысленной жвачки, руминации, фантазии на тему каких-то бед и катастроф значимо влияют на наше эмоциональное и даже физиологическое состояние. Но они не случайны, у них есть предтеча, и когнитивно-поведенческая терапия в связи с этим изучает все компоненты, которые могут оказать влияние на состояние человека. И биологическую составляющую в этой концепции современной психиатрии, биопсихосоциальной модели, и социальную составляющую, и психологическую составляющую. Поэтому биопсихосоциальный подход у нас используется во всем, и в исследованиях, и в диагностике, и в плане терапии, и в самой терапии, и в превенции каких-то сложностей в будущем, и развитию эволюции самого человека. Различные шкалы, которые мы хорошо знаем из такой практической работы клинического психолога и психотерапевта, имеют отражение и в шкалах самих школ когнитивно-поведенческой терапии, например, шкал БЭКа. Но здесь из исследований, биологических исследований, таких просто симптомов, мы чаще всего получаем такую первоначальную информацию. Гораздо более раскрывающими является информация, которую мы черпаем из клинического интервью, из личной персональной истории, lifetime data, и семейной истории, контекста, в том числе и микросоциума, и макросоциума, в котором находится наш клиент или пациент. Поэтому хорошо известная когнитивно-поведенческим терапевтам концептуализация Джудит БЭК, которая была описана еще в 80-х годах и в первом издании первого учебника Деинститута БЭКа, была отражена в так называемой CCD, Cognitive Conceptualization Diagram, диаграмме когнитивной концептуализации, где, рассмотрев как минимум три примера, мы выходим на убеждение, такую имплицитную, скрытую часть, которую терапевты изучают для того, чтобы разобраться в этой системе, на чем же она основана, как человек видит, воспринимает реальность, как он ее трактует в типичных проблемных ситуациях. И мы выходим и на компенсаторные стратегии, как он справляется, но не решая проблему, а лишь приспосабливаясь к ней. Мы выходим на промежуточные убеждения, его правила, его ожидания, его отношения, и на глубинные убеждения, чаще всего такую я-концепцию, которая тесно связана с прошлым опытом. Но с уже нулевых годов выстраивалась такая концепция здоровой части, второй части стороны медали, Strange Based Conceptualization, сильных сторон, которую мы изучаем и в анамнезе, то, что касается вот такой Strange Based Conceptualization, презентованный Джудет Бек в ее новой книге, вышедшей в ноябре прошлого года. Мы обсуждали это всем нашим международным консультативным комитетом. Я имею честь входить в число 20 таких известных исследователей и ученых, которые распространяют когнитивно-поведенческую психотерапию во всем мире и участвовал во многих обсуждениях разных концепций, в том числе и этой концептуализации, где как раз Джудет Бек рассказывала, какой исследовательский опыт за этим стоит, какие интересные клинические случаи, где как раз некий потенциал, который заложен в каждом из нас, может быть раскрыт через психотерапию, потому что он заслонен вот этими искаженными когнициями, дисфункциональными суждениями и убеждениями, отравляющими, как такие токсины, нашу жизнь. Но у нас есть и ценный опыт, который может быть снова интегрирован, и это может быть изменение системы, если очень коротко коснуться, то у нас в нашей ассоциации есть своя такая практикоориентированная методология, где, если сейчас в двух словах сказать, хаос – это отражение дезинтеграции, клиент приходит к нам, или пациент дезинтегрированный некими кризисами, чаще всего системным кризисом, а не только ситуационным, такой разбитой на части, который с трудом в некоторых ситуациях собирает, что тесно связано с его клинической симптоматикой. Мы проходим такой конвенциональный этап, где очень важно и психообразование, и выстраивание рабочего альянса предтечит терапевтических отношений, как одного из ведущих сейчас элементов эффективности любой психотерапии, в том числе и коммунитивно-клинической. И этап интеграции так называемых интервенций тесно связан с ясностью концептуризации, с четкостью и видением самого человека, который хочет меняться, что с ним не так и как с этим быть. И поэтому четко описанный план терапии согласовывается на этапе конвенции с самим клиентом и пациентом и развивается в последующем с динамикой достигнутой в процессе психотерапии. Но следующий шаг после интеграции, как суммы каких-то разрешенных конфликтов внутренних и внешних новых полезных адаптивных убеждений, это система, выстроенная на ресурсах самого клиента и на его обучение, развитие и новых формах и мышления, поведения, которые он исследует и интегрирует в свою жизнь и закрепляет на этапе тренировки, что может помочь достигнуть состояния целостности, когда устранены такие конфликты и внутрисистемные, и во взаимодействии с суперсистемой, то есть внутриличностные и межличностные взаимодействия, как пример, которые позволяют достигать вот таких состояний внутренней гармонии и баланса. Это если очень коротко отразить эту практическую идею практической методологии. Также хотел вас буквально как анонс познакомить с концептуализацией, которую мы с коллегами в нашей ассоциации разрабатывали не то что ни один год, а ни одно десятилетие. И это такая сумма или синтез уже, некая выжимка из наших и исследований, и клинической работы, и нашего практического опыта. Поэтому хотели бы поделиться и более широко представить уже ее научные встречи 21 числа и потом в публикациях. Модель концептуализации, которую вы хорошо знаете и видели ее уже на многих наших обучающих семинарах. И видите здесь отражение концепции всей когнитивно-поведенческой терапии. Но мы хотели бы обратить внимание, что для более осознанной работы специалиста, конечно, важно видеть, как вот та пирамида, перевернутая от потока наших автоматических мыслей, более узкой частью таких уже сгустков, агглютинации смыслов в виде промежуточных и уж совсем корней глубинных убеждений, на чем она строится, откуда она возникла, какая у нее предыстория. Лайфтайм-дата, данные жизни и включенные в нее, в этот набор, релевант-чауд-худ-дата, значимые данные детства имеют характер вот этих истоков наших проблем, где формировались у нас травмы и дефициты социальных компетенций и навыков, выстраивание эмоционального интеллекта, если мы сталкивались с отвержением и тому подобное, где потребности и биологические, и социальные, и психологические не были удовлетворены, что привело к формированию вот таких искаженных корней и стволов, и веток, и уже плодов, на которых растут наши клинические и психологические симптомы. Поэтому контекст и социальный, и контекст микросоциума семьи, и контекст макросоциума, и контекст биологический, и контекст психологический, вот то, что мы изучаем системно, и у нас есть для этого качественный, надежный, валидизированный инструментарий, и мы хотели бы поделиться с вами, дорогие коллеги, новыми такими исследованиями, данными от Института БЭКа и от нашей ассоциации 21 мая в гостинице Москва на CBT-форуме 2021. Спасибо большое за ваше внимание, и я готов перейти к вопросам, если они есть, для того, чтобы, может быть, уточнить какие-то моменты из этих тезисов, которые пришлось описать ультра, конечно, коротко. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы? Сейчас я постараюсь посмотреть, может быть, в каких-то еще мессенджерах мне пересылают часть нашей команды, какие-то сообщения. Хорошо, если таковых нет, они будут копиться, возможно, в других форумах мы сможем на них ответить, но не буду занимать время, которое отведено моим коллегам для выступлений, очень много впереди насыщенных, ярких, интересных и важных для практики докладов, поэтому с удовольствием передаю слово моей коллеге и другу Марине Вионерне Земляных, преподавателю нашей ассоциации и известному эксперту по детской и подростковой когнитивно-провиденческой терапии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова